Добрый вечер, итоги дня на телеканале Хабар, студии Марат Мухаммедсулеев. Главные задачи и приоритеты работы Ассамблеи народа Казахстана обозначил Ельбаса. Сегодня о реализации поручений, озвученных на 27-й сессии АНК, и о работе организации первому президенту Нурсултану Назарбаеву доложил заместитель председателя Ассамблеи Жансей Туймибаев. Ельбаса подчеркнул важность принимаемых мер по сохранению стабильности в стране и еще раз отметил, что главная миссия АНК – консолидировать общество для укрепления единства народа. Ассамблея народа Казахстана является объединяющим звеном нашего общества. Имеет свои центры во всех регионах, имеет свои дворцы, дружбы, и они проводят очень активную работу. Это очень важно. Нам важно стабильность в Казахстане. Поэтому объединение усилий, вместе решать трудные вопросы, они есть. Это самое главное для работы Ассамблеи на всех местах. Уважаемый Ельбаса, под вашим председательством Ассамблея народа Казахстана активизировала свою деятельность. В частности, все делегаты, приехавшие из регионов для участия в сессии 29 апреля, получили новый импульс к работе. И мы прилагаем все усилия для распространения вашей уникальной идеи, казахстанской модели единства и согласия как внутри страны, так и за ее пределами. И мировой интерес к нашему опыту высокий. Также в популяризации идеи принимают участие научно-экспертный совет, совет матерей, кафедры Ассамблеи народа Казахстана. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайп Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза Айты и пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана процветания и благополучия. Подробности телефонного разговора Назарбаева и Эрдогана опубликованы на сайте Ахорде. Известно, что Ельбаса и президент Турции обменялись мнениями по перспективе казахстанско-турецкого сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня. Причастные к гибели рыбы на реке Урал понесут серьезное наказание. Об этом на встрече с общественностью Атравской области заявил президент Казахстана. Касымжумар Токаев поручил решить экологические вопросы, развивать инфраструктуру региона, уравнять заработные платы местных и иностранных нефтяников. О вопросах, которые ждут своего решения, материали Ирины Панфиловой. Река Урал – одна из главных судоходных магистралей Казахстана на развитие рыбного хозяйства. Здесь, в Атравской области, всегда возлагали большие надежды и не напрасно. Регион полностью обеспечивает себя рыбной продукцией и экспортирует за рубеж. Однако этой зимой часть рыбоводов чуть не остались без дохода. В начале декабря на Урале погибло 118 тонн рыбы. Большая часть – 108 тонн. Ценные остетровые породы. Виновные в природном ЧП до сих пор не наказаны, но обязательно будут по всей строгости закона. Об этом на встрече с общественностью Атараусской области заявил глава государства Касым Жумарт Токаев. То, что рыба в реке Урал погибла, отравившись хлором, вызвало большой резонанс среди населения. Если учесть, что рыбные заводы работают всего на 60%, это существенный урон. Я взял ситуацию под личный контроль. Как закончится расследование, станет понятно, кто виноват в инциденте. Виновные будут серьезно наказаны. Нам нужно вынести урок из этого. Плохая экологическая обстановка – одна из главных проблем региона. Вопрос загрязнения Каспия и Урала президент тоже поставил ребром. Крупные компании, которые сливают отходы водоема, не должны уйти от ответственности, резюмировал глава государства. Экология Атырао – это не только проблема области. Мы должны все сосредоточиться на ее решении. Это один из моих главных принципов. Прежде всего, необходимо принять меры, чтобы горнодобывающие компании не наносили вред Каспийскому морю. Все технологические процессы должны строго контролироваться. Безопасность на Каспии должна быть на лучшем мировом уровне. Во-вторых, правительство должно активизировать свою работу со своими российскими коллегами по восстановлению водных ресурсов в регионе. Необходимо укреплять сотрудничество с Россией в области сохранения, охраны и восстановления водных ресурсов Урала. Обеспокоены жители Атыраоской области вопросами бездорожья. В регионе больше двух тысяч километров автодорог. Из них почти половина требует ремонта. В том числе и одна из важных международных трасс – Атырао-Астрахань. Сегодня она находится в плачевном состоянии. В реконструкции нуждаются 277 километров дороги. Президент поручил до осени этого года построить с нуля 60 километров трассы. Во время своего визита в регион в августе прошлого года Нурсултан Назарбаев поручил отремонтировать трассу Атырао-Астрахань. Сколько лет местные жители терпели неудобства. Благодаря прямому поручению президента на ремонт 60 километров было выделено 26 миллиардов тенге. Ремонтные работы должны быть завершены к концу 2020 года. Нужно ускорить темпы, но чтобы это не повлияло на качество. Остальные 217 километров дорожно-ремонтных работ должны завершиться не позднее 2021 года. На этот проект будет выделено дополнительно 65 миллиардов тенге. Предстоит Атырао-Астцам решить и проблему, связанную с аварийным жильем. В областном центре сегодня 74 дома, которые требуют сноса. А еще в регионе остро ощущается нехватка медицинских кадров, в том числе врачей. По сравнению с прошлым годом показатель младенческой смертности вырос на 26%. Касым Жумар-Токаев подчеркнул, ситуация тревожная. Нужно ее срочно исправлять. Количество злокачественных опухолей увеличилось на 7%. В области не хватает квалифицированных врачей. В каком направлении мы должны работать для решения этих проблем? Прежде всего, первичная медико-санитарная помощь должна быть доступна для всех регионов. Это действительно жизненно важный вопрос. Граждане не должны быть вынуждены уезжать за первой помощью в другие регионы. Необходимо развивать практику мобильных врачей в сельской местности, удаленные медицинские службы и национальную сеть телемедицины. Важно сосредоточиться на профилактике заболеваний. Одним из важных вопросов является профессиональный уровень медицинских работников. Необходимо привлекать лучших кадров области и помогать молодежи осваивать эту специальность. В Атыраусской области добывается 60% от общего объема казахстанской нефти. Поэтому сюда каждый год для работы в нефтегазовом секторе приезжают по несколько тысяч иностранцев. Зарубежные квалифицированные кадры нам, конечно, нужны. Но надо привлекать как можно больше местных специалистов. И увеличить долю производства отечественной продукции, отметил Касым Жумарт-Токаев. Необходимо взять на контроль вопрос выплаты равной заработной платы как иностранцам, так и местным специалистам одинаковой квалификации. Нельзя допускать выплаты разной зарплаты за одну и ту же работу. Конечно, вопрос в том, соответствуют ли наши сотрудники высоким стандартам образования и опыта работы. Однако необходимо платить квалифицированному персоналу одинаково. Остальных надо обучить и довести до требуемого уровня. Сегодня 70% отечественных работодателей недовольны образованием выпускников колледжей. А работники иностранных компаний имеют высокий спрос. Поэтому необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли региона. Перечисляя проблемы, глава государства отметил, что потенциал у Атараусской области очень высокий. Только нужно эти возможности правильно использовать. К правительству и руководству региона президент дал ряд конкретных поручений. Мы благодарны за то, что вы думаете о нас, об экологической проблеме региона, в том числе Урала и Каспия. Также трасса Астрахань-Актобе – это очень проблемный вопрос для нашего региона. И вы тоже уделили ей время и внимание. Я вас благодарю от всех жителей района Курмангазы. В завершении встречи самые активные жители региона, внесшие вклад в его развитие, получили от президента благодарственные письма. Ирина Панфилова, Жантос Бетабаров и Асхат Азритханов при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Итоги дня – Атыраусская область. 10% населения Казахстана не имеет доступа к централизованному водоснабжению. В основном это жители маленьких сел. Обеспечить питьевой водой – это категория – одна из стратегических задач. Министерство индустрии и инфраструктурного развития предлагает использовать для этого комплексный локальный модуль очистки воды. Динара Жанбатырова продолжит. Уже почти год в семье Байманкуловых пользуются чистой питьевой водой. Завели воду летом, ванну, водонагреватели. Вода питьевая, прогресс дошел до нас. Все люди, жильцы данной деревни, все довольны. Вода водовод поступает из этой 50-метровой скважины. После очищается. Такие комплексные блок-модули установлены в 52 селах Павлодарской области. Доступ к питьевой воде увеличился почти на 12%. Такой же механизм организации водоснабжения планируется внедрить во всех небольших селах страны. В таких живут больше миллиона человек. Везти туда магистральные водоводы – это просто сумасшедшее. Ни одно государство сегодня не может позволить, потому что это миллиарды, миллиарды денег. Мы предложили масштабно поставить блок-модули. Блок-модуль позволяет в соответствии с санитарным нормам давать воду, которая отвечает требованиям безопасности для населения. И если раньше просто скважины делали, помните, и люди должны были идти к колонкам, я говорю, давайте дальше пойдем. Это дополнительные затраты, но не такие большие. Каждому дому от этой скважины подведем и поставим счетчики. Центральное водоснабжение доступно 6,5 миллионам сельчан. Это 84% от всех жителей периферии. К концу года таких будет 88%. А еще через 4 года водопровод проведут в каждый дом страны. Такое обещание дал министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. Он же добавил, что тариф будет единым. На его субсидирование предусмотрено около 13 миллиардов тенге. А отвечать за качество питьевой воды и в целом за систему водоснабжения на селе будет единый оператор. Мы сегодня практически исключим так называемых посредников. Сегодня, если мы, субсидируемая часть тарифа сегодня, она работает до границы населенного пункта в отношении нас. А дальше уже, как бы скажем, появляется посредник, который добавляет еще свои услуги. То теперь мы от источника забора до потребителя будет единый тариф. Тем самым мы снижим и размер тарифа. Еще одна проблема. Очистные сооружения есть в 58 городах и с 86. Но большинство систем фильтрации изношены почти наполовину. На их обновление и строительство нужно порядка 330 миллиардов тенге. Европейский банк реконструкции и развития готов профинансировать работы. Будут внедрены энергоэффективные технологии с возможностью производства биогаза и переработки ЕЛА. Также субсидировать тариф, чтобы снизить нагрузку на население при реализации проектов государственно-частного партнерства. Это позволит полностью их модернизировать в городах в течение трех лет. В ведомстве пообещали, реконструкция на тарифе не отразится. Основную сумму по будущему займу будут погашать горводоканалы. Государство субсидирует тариф. Глава правительства предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития поддержал, поручив ускориться и перейти от слов к действиям. Сегодня представители МВД заявили, что начали разрабатывать правила эксплуатации аттракционов. Контролем займутся местные исполнительные органы. Мои коллеги, в свою очередь, провели опрос в регионах, чтобы выяснить, насколько безопасен детский отдых. Зэра Джакупова с подробностями. Детские аттракционы в Кокшетауском парке установили в 70-х годах. Их должны были отремонтировать еще 10 лет назад и тоже после ЧП. Здесь погиб 7-летний мальчик. Но деньги так и не появились. Несколько лет аттракционы простаивали. Чуть позже на них вновь стали катать детей. Видимо, понадеявшись, что годы простоя на состоянии карусели скажутся благотворно. Но чудо не случилось. Пенсионерка Валентина Абрамкина в чудеса тоже не верит. А потом к опасным конструкциям внуков и близко не подпускает. Не нужно оно. Зачем оно, это колесо? Лучше бы что-нибудь такое придумали по земле, что-нибудь это. А это колесо на кому надо? Еще деньги большие будут тратить на его. Зачем оно нужно? Не надо оно. Главное, опасно же. Да, это опасно. Прокатиться на одном аттракционе обходится в 400 тенге. Желающих хоть отбавляй, но никто из посетителей не задумывается об их надежности. Арендаторы заверяют, что карусели все-таки ремонтируют. Ремонт мы проводим каждый год. Перед началом сезона у нас полностью проходит техническое обслуживание. Колеса, резина меняется у нас. В планах покрасить полностью, обновить, освежить. В дальнейшем на будущее вообще планируем поставить, заменить на закрытые кабинки. Но пока что это в планах только. Стационарные карусели в Карагандинском парке отдых относительно новые. Кататься на них вроде бы можно без опасений за свою жизнь. Того же не скажешь о батутах. Последние месяцы эти аттракционы радость приносить перестали. После трагедии надувных монстров из Карагандинского парка их убрали. Но надолго ли? Нормативно-правовых актов, регулирующих их работу, нет. Есть лишь общие требования к техническому состоянию и технике безопасности. Уже завтра собственник батута, арендовав кусочек земли где-нибудь в людном месте, может вновь развернуть аттракцион. Вот только спросом надувные аттракционы в стране пользоваться перестают. Нет, ребятня, конечно, все так же не прочь попрыгать в свое удовольствие. Но родители против. От похода на батут отказываются и жители Костаная. В городе всего за один день перевернулись два аттракциона. Это капец, дома! К счастью, никого на них не было. Но махина длиной 8, высотой и шириной в 3 метра накрыла стоящих рядом детей. ЧП случилось в момент, когда эксплуатанты начали собирать аттракцион. Вот это происшествие, связанное с батутом, уже наравне с происшествием в купальном сезоне. Это все связано с безопасностью людей. То, что связано с безопасностью людей, там должен быть жесткий контроль и жесткий надзор. Поэтому я считаю, что обязательным порядком должен определиться компетентный орган, который отвечает за такие происшествия. Устаревшие и довольно уставшие качели и карусели, ненадежно закрепленные батуты и, как апофеоз, контроль спустя рукава. Все это и несет риски и угрозу для жизни маленьких посетителей парков. Теперь следить за эксплуатацией аттракционов будут акиматы. До конца этой недели Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработает новые правила и требования. И, как пообещали в ведомстве, очень строгие. Мы подготовили свои туда предложения, вошли в состав рабочей группы. Значит, дано поручение Национальной палате предпринимателей, чтобы они со своими территориальными подразделениями провели эту работу, давили эти правила. Летние каникулы в стране только стартовали впереди еще три месяца. И не будут ли они омрачены трагедиями, в первую очередь, зависит от того, какой урок извлекли из гибели детей взрослые. Зайра Джакупова, Бекбулат Базаров, Асем Утешева, Артем Грапов. Итоги дня. Сельчанам Пиджима, пострадавшим от схода грязевого потока в Панфиловском районе, будет оказана материальная помощь. Созданная комиссия определяет уровень ущерба, нанесенного стихией. Сель повредил и участок трассы Жаркент-Харгос. Ситуация в целом под контролем, уверяют спасатели, оповестившие население о наиболее подверженных подтоплению участках. Работа комиссии будет направлена на изучение всех обстоятельств данного происшествия. Кроме того, выплата материальной компенсации пострадавшим. Для этого будет все актироваться и согласно акту будут выплачиваться компенсации. На данный момент сотрудниками местных исполнительных органов ДЧС Алматинской области, Касселезащита, военнослужащих, а также полицейских проводится работа по расчистке дворовых территорий. Задействовано порядка 200 человек и 40 единицы техники. Неравнодушные актюбинцы встали на защиту зеленого фонда города. Слишком много деревьев вырубаются при строительстве парков, объектов бизнеса и дорог. Например, ради расширения одной улицы в областном центре планируют спилить почти 160 многолетних деревьев. Поэтому действия местных властей вызывают общественный резонанс. Сейчас ситуация у нас в городе критическая. У нас воздух плохой, постоянно пыль. Евгений Лазарчук выполняет функции внештатного эколога Ак-Тубе. Водитель большегруза, как никто другой, знает, как могут быть опасны выхлопные газы от машин, а потому и стал организатором движения Ак-Тубе Дыши. Вместе с ним городские легкие защищают больше 150 волонтеров. Про себя говорят. Жизнь заставила. Идея о создании сообщества появилась во время вырубки деревьев на центральном проспекте города. После вмешательства активистов уничтожение зеленых насаждений из-за строительства парка и этно-аула приостановили. В чате постоянно появляется информация либо о незаконной срубке. Мы сразу выезжаем на адрес, проверяем документы, если есть разрешение. Другие у нас предпринимаются меры. А с незаконной у нас сразу мы через местные правоохранительные органы вызываем наряд. И похоже, что в ближайшее время Ак-Тубе лишится еще одной части многолетних насаждений. Движения на одной из городских улиц увеличат с двух до четырех полос. Но по проекту нужно спилить 159 карагачей и кленов. Вместо них подрядчик обязан посадить полутораметровые саженцы хвойных и лиственных пород, а также обеспечить их полив. Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в трехкратном размере. То есть 477 штук деревьев будет посажены в других местах города. Это будем согласовывать с заказчиками. Но даже такой лиственный взаиморасчет не гарантирует Ак-Тубе статус зеленого города. Несколько тысяч елей, тополей, кленов и фруктовых деревьев в областном центре высаживают ежегодно. Но по данным отдела жилищно-коммунального хозяйства 20% саженцев не приживаются из-за климатических условий и отсутствия должного ухода. Мы поливаем те деревья, которые посадили за счет бюджета. В городе миллиарды деревьев. За все, чтобы полить весь этот зеленый участок, у нас не хватает таких колоссальных средств. Тендер на посадку выигрывают одни компании, наполив другие. В итоге зеленые насаждения высыхают, а ответственность подрядчики перекладывают друг на друга. Это территория вблизи кольцевой дороги. Деревья здесь сажали в прошлом году. В настоящее время на месте десятков саженцев только высохшие ветки. В этом году на озеленение города выделили 60 миллионов тенге. Однако тендер еще не проводили. Местные власти намерены внести изменения в правила участия в конкурсе. Теперь за деревьями в течение трех лет будут ухаживать те, кто посадил. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков. Итоги дня Ак-Тубе. До выборов президента Казахстана остается четыре дня. Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Берри Кимашев встретился с Владимиром Норовым, возглавляющим миссию наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Ее представители приступили к работе в семи городах и шести областях Казахстана. В Алматы подвели промежуточные итоги деятельности гражданской платформы Аманат, созданной месяц назад. За это время проведено более четырехсот мероприятий. Мониторинговые группы побывали в предвыборных штабах кандидатов и почти на всех избирательных участках. Их количество достигает почти десяти тысяч. И достатки обнаружены почти в каждом третьем. Следить за ходом президентских выборов будут десять тысяч наблюдателей. Из них семь тысяч прошли подготовку на базе гражданской платформы. По городу Алматы на сегодняшний день мы обучили и подготовили порядка тысячи девяносто восемь наблюдателей. Понятно, что все они не могут находиться на избирательных участках, потому что в соответствии с законом от одной организации на одном избирательном участке может находиться только один представитель в качестве наблюдателя. День государственных символов отмечают сегодня в Казахстане. 4 июня 1992 года были официально утверждены флаг, герб и гимн республики. Эта знаковая дата положила начало новейшей истории независимого государства. В честь праздника сегодня магистовцы исполнили гимн под открытым небом. В октаву на площади, где установлен флаг страны, пришли более 500 жителей областного центра. Рабочие, студенты, дети, представители творческой интеллигенции. После исполнения гимна новоиспеченные госслужащие дали присягу на верность служению народу. В Кокшетау сдали в эксплуатацию два 40-квартирных дома. Жилье по программе Нурлажер получили 80 многодетных малообеспеченных семей и детей-сирот. Заветные квадратные метры сегодня ожидают свыше 10 тысяч кокшетауцев. В области стартовал проект Ахмола Жастара, в рамках которого жилищный вопрос смогут решить свыше 600 молодых семей. А по программе Нурлажер область планирует сдать до конца года еще 400 квартир. 320 из них в областном центре. Наша коллега Галина Полевая продолжает бороться со страшным недугом. Семья спортивного комментатора снова обратилась к казахстанцам с просьбой помочь собрать необходимую для лечения сумму. Два года назад ей поставили диагноз – рак крови. 20 лет Галина Полевая рассказывала огромной аудитории телеканала «Хабар» о самых ярких и значимых спортивных событиях в стране и в мире. Ее оригинальные и живые репортажи всегда украшали выпуски новостей. Она освещала Олимпийские игры в Афинах, Пекине, Лондоне, Сочи, Ванкувере. Она переживала и болела с казахстанцами, радовалась и плакала с тренерами и спортсменами. Кстати, многие из наставников и прославленных чемпионов стали настоящими друзьями Галины Полевой. С экрана телевизора всегда сияла ее добрая улыбка. И казалось, что так будет всегда. Но диагноз – рак крови – перевернул всю ее жизнь. В прошлом году семья Галины Полевой обратилась к казахстанцам за помощью. Первыми откликнулись коллеги, друзья и тысячи неравнодушных людей. Среди них и руководитель благотворительного фонда Эльмира Алиева. С ее помощью удалось провести несколько ярмарок «Живи, мама». На одной из акций собрали больше миллиона тенге. «Сбор средств продолжается. Скоро необходимо опираться на позвоночник, который намного улучшит ее здоровье. И, конечно же, мы хотим, чтобы сбор активно поддержали вы, все добрые люди, все казахстанцы, наши соотечественники за рубежом и все, кто знает Галину». Спортсмены тоже не остались в стороне. Александр Винокуров, Илья Ильин, Нижат Рахимов, Алия Юсупова записали видеообращение с просьбой пожертвовать деньги на лечение известного казахстанского комментатора. А Юлия Галышева и Елена Хрусталева передали свои счастливые олимпийские номера, которые выставят на аукцион. И вырученные средства поступят на счет Галины. «Мы все очень сильно переживаем за нее. И я вас прошу помочь, поддержать, кто чем сможет. И, в конце концов, вытащить нашего замечательного человечка с этой трудной ситуацией. Давайте поможем вместе Галине справиться с тяжелым моментом в жизни». Почти полгода Галина находится на лечении в Турции. Ей уже провели пересадку костного мозга и 10 сеансов радиотерапии. Впереди ее ждет дорогостоящая операция по укреплению позвоночника и реабилитация. Семья Галины Полевой надеется на поддержку неравнодушных казахстанцев и благодарит тех, кто все это время помогает им. Толгат Куспаев, Анастасия Валикжанина, Радик Жакупов. Итоги дня. Алматы. С наступающим светлым праздником Ораза Айт. Всего доброго. До свидания.